В возрасте пяти лет Лиза Терновская впервые попросилась заниматься рисованием. В следующие годы заняли персональные выставки, участие в конкурсах, портреты, эскизы, пастель, скраббукинг, декоративно-прикладное искусство. От обучения Лиза взяла всё, что только можно. В прошлом году, в мае 2016-го, она получила диплом об окончании художественной школы, несмотря на тяжёлую степень астмы. А вскоре Лиза потребовала разрешения всерьёз заняться гимнастикой. Родители за ребёнка опасались. Тяжёлая степень астмы у девочки-подростка – это не шутки. Но запрещали они недолго. Лиза заявила, вы, родители, мешаете стать мне олимпийской чемпионкой. Нам стало стыдно, мы решили помогать. И вот не так давно у нас появился замечательный тренер Алёна Николаевна, которая согласилась заниматься с Лизой дома. Увидев рвение дочери к покорению новых вершин, родители и вовсе перестали чинить преграды. Но всё же строгим родительским оком приглядывают. Не перестаралась бы девочка, катаясь на коньках, лыжах и велосипеде. Ребёнок очень спортивный, но ограничен рамками болезни. В этом году она участвовала в марафоне, преодолев свой страх, стеснительность личную. Она, десятая, прибежала среди 50 хорошо подготовленных девочек-легкоатлеток. Сегодня мечта Лизы – ночёвка в горах под звёздами. В будущем она планирует стать дизайнером и педагогом по гимнастике. Преподавать девочка станет детям с ограниченными возможностями здоровья, доказывая им, что любые трудности можно преодолеть.